Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня будет обзор покупок с китайского сайта aliexpress.com И уже традиционно начну, пожалуй, с одежды, которая была заказана. У меня в руках вот таких вот два платьица, которые фактически еще запакованы. Я вам хочу немножко детально рассказать о каждом из них. Итак, первое это вот такое вот платьице-туника в таком немножко этническом стиле. По форме похоже на растянутую наволочку с прорезями для рук. Вещь универсального размера, поэтому здесь довольно сложно ошибиться. На фотографии это выглядело очень даже красиво. И почему-то я себе придумала, что именно это должно быть выполнено из хлопка или из какой-то дышащей ткани, которая вполне будет приятно носить лето. Но, к сожалению, китайцы у нас любители синтетики. И почему-то считают, что в 30-ти градусную жару летом под палящим солнцем и асфальтом мы будем носить именно вот такую вот толстую синтетическую ткань, которая 100% не пропускает воздух. Это какой-то плотный толстый полиэстер. И ткань больше похожа на ту, которую используют для водолазных костюмов. Мне кажется, если на нее что-то вылететь, ее вот так вот сотряхнуть, и все капли сходятся вниз. Мне нравится расцветка, такая довольно летняя, с линией четки. Цвета подобраны очень красиво. Действительно, мне кажется, будет интересно смотреться поверх купальника. За счет более просторного фасона вполне вероятно, что хоть немножко ветер будет что-то продувать там. Потому что ткань явно не любит пропускать воздух. На мой довольно средний рост. Длина оказалась вполне сносной. В комплекте еще присутствовал вот такой вот пояс. Честно говоря, больше похож он на шнурочек купальника. В общем и целом носить можно. Я, скорее всего, буду носить поверх купальника на пляж. И следующая покупка одежды. Это вот такой вот сарафан платья. Выполнен под джинс. Вверх платьица похожа на джинсовую рубашку. Рукава можно делать три четверти. Или отпускать делать длинными. Внизу юбки вот такие вот красивые белые рюшики. Это ажурная вставочка. На сайте есть размерная сетка. У меня размер М, потому что по замерам С не был впритык. И так как я подумала, что китайские вещи в основном маломерят, я решила взять немножко больше. Потому что вообще европейскую МК я никогда не ношу. И какое же мое удивление было, когда МК у меня была велика. Что очень странно. Потому что я могла все себе придумать. Но не то, что мне придет вещь, которая будет большевата на меня. Вообще фасон неплохой. Здесь есть и молния. Здесь есть и пуговички для того, чтобы подкатывать рукав и делать его три четверти. Вроде бы как и низ юбки неплохой. И юбочка сзади немножко удлиненная. Поэтому вы можете без опаски наклоняться. Вообще ткань вроде бы и синтетическая, но она неплотная. За счет этого она должна пропускать воздух. В ней явно не будет шарка. Она такая летящая и легкая. И фасон очень аккуратненький, милый и девчачий. Следующая покупка моя самая долгожданная. Это вот такой вот веселенький рюкзак. Боже мой, на Алиэкспрессе миллион вот таких вот. Разной расцветки, разной конфигурации. Я выбрала себе вот такой вот кремовый оттенок. И с розовыми ушками. Это у нас типа котик. Рюкзак довольно большой, вместительный. Низ сделан из кожзама. Так же само, как и лямочки. Видно, что они прям очень взносостойкие. Они выполнены вроде бы очень грубо. Но все так надежно пришито, что можно в принципе не сомневаться в том, что он не прослужит довольно долго. Сама вот эта вот ткань передней части на ощупь как будто плотная парусина. И попросту говоря, вот похоже на ткань, с которой делают верхнюю часть кедов. Она довольно плотная, но не слишком толстая. Спереди вот такой вот дополнительный замочек. Брелочка в виде резиновой лапки. Сверху вот такая вот мордашка котика. И, конечно же, ушки. Боже мой, как это мило. Из минусов мне не очень понравились замки. И вот видите, у меня тут с подкладки вылазят нитки. Довольно хлипенькие. Мне кажется, в какой-то момент они в дороге даже могут разойтись. Ну, это мое субъективное мнение. Тут еще сбоку есть вот такие вот карманчики. Не понимаю, зачем здесь вот эти карманы. Если бы долго нам пять сюда не влазить. Я сюда приспособила класть вот салфетки. В общем и целом, очень красивый, привлекательный, вместительный рюкзак. Определенно вам его советую. Стоит копейки, но выглядит просто очень мимишно. Плавно переходим к косметику. И у меня в руках находится палитра корректора. Это набор из 15 корректирующих оттенков, кремовой текстуры. И в подарок к этой палитре мне дали кисть и маленький бьюти-блендер. Сразу говорю, палетка не для каждого. Больше для тех, кто любит играться с макияжем. Кто пробует корректировать, контурировать лицо. В общем-то, мне, например, захотелось попробовать. Почему бы и нет? Здесь продуктов не очень много. Всего лишь пару грамм. Поэтому, конечно же, намного вам ее не хватит. Но чисто так. Поиграться, посмотреть, пофотографироваться вполне хватит. По поводу подарков. Честно говоря, мне подарки понравились больше, чем сама палитра. Кисть деревянная ножка и искусственный ворс. Она подстрижена как будто под углом. И на вид напоминает такой, как будто пенечек. Сейчас это моя любимая кисть для нанесения тональной основы. Она очень мягкая, приятная. Эту кисть я уже стирала неоднократно. И что самое интересное, из нее вылезло максимум две волосы. Классная кисть. Очень довольна ею. По поводу бьюти-блендера. Давайте сразу оговоримся о том, что это не бьюти-блендер. Потому что он не должен выглядеть вот так. Это, скорее всего, такой спонж для нанесения косметики. Давайте называть вещи своими именами. Он в виде вот такого маленького яичка. Один кончик круглый, и второй более остренький. И так как это китайская вещица, под действием воды ее форма и размер никак не изменяется. В общем-то, действие. Довольно удобная штука, честно говоря. Но как-то мне маленькая. Не совсем удобно нанесить кремовые текстуры. Ну и всего впитывает слишком много продуктов. Ну, довольно неэкономных расходов. Вот этим вот острым кончиком хорошо прорабатывают зону под глазами. Но, опять же, не самая любимая моя вещь. Мне больше нравится кисть. Я ей тональную основу наношу и растушевываю консилер. У меня в руках вот таких вот два красивых ярких разделителей, которые вообще используются для канцелярских принадлежностей. Но, как видите, я уже приспособила их для косметики. Вот, честно, давно хотела заняться организацией в своей косметике. И какое мое удивление было, когда почти вся она уместилась в таких вот два органайзера. Они выполнены из плотного картона. Их нужно будет складывать. И приходят они в посылке в виде конвертика. Очень удобные и красивые разделители. Потому что, честно говоря, накриловые, прозрачные, которые в основном все используют для косметики, у меня не хватило денег. И я решила взять более бюджетные, вот такие вот картонные. И ни разу не пожалела. И вам их советую. Очень такая нужная вещица. И красиво очень смотрится. Вот такие вот были мои покупки на этот раз. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры и видео о покупках. А я вас всех целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok